Добрый вечер! Я думаю, вы даже на тренера бы подошли Повышаете мне самооценку Нет-нет, правда, серьезно Просто у нас, ну, это уже роль занята Наш продюсер-исполнитель И будет играть моего тренера, кстати Я посмотрел в объявлении Просят с собой приносить атрибутику в красных тонах Это зачем? Это почему? Ох, ну это уже, наверное, художникам вопрос Атрибутика красного Мне нравится красно-белый, Спартак-чемпион Но вы играете хоккеиста, правильно? Да, хоккеиста Возможно, Спартака, предположим Ну или какого-то клуба, который в тех же цветах Играет, во всяком случае Что за фильм такой? Что за жанр? Ну и, может быть, по сюжету Основные вещи, но без спойлеров, что называется Да, ну чуть-чуть расскажу, конечно Фильм называется «Буран» Драма Буран снежный На реальных событиях, что Когда-то был такой вот снежный буран И люди с трудом пробирались Через него, в буквальном смысле выживали Вот, но Буран этот происходит еще с главным героем Это со мной С парнем молодым, который Ну такой вспыльчивый Вот, и из-за его вспыльчивости Из-за его легкомыслия Вот он попадает В трудную такую ситуацию Из которой Он пытается выбраться Ну то есть это драма скорее Это не про хоккей, это про человека Про его какие-то внутренние переживания Да, абсолютно Взаимодействие между родными И вообще отношение к жизни Вот, то есть, ну, такой Да Александр Головин в хоккей-то умеет играть? В хоккей? Ну в детстве я подмосковный парень Вот, приходилось во все играть И там, и на лыжах беговых кататься И на коньках Ну если во дворе, то хоккей на валенках Тут коньками-то, в общем-то, можно и не обладеть Ну я от 89-го года Хоть рожден в СССР Но у нас уже были нормальные Бауэрские, да Бауэрские коньки Поэтому, ну Ну, вчера была репетиция Сегодня репетиция у нас хорошая У вас хорошая, точнее, тренера Я думаю, что мы справимся в любом случае И будет все Ну то есть хоккей все-таки это не про вас Да, хоккей все-таки Я больше люблю доски А какой спорт тогда? Вы же человек спортивный Я посмотрел вас в инстаграме Очень много фотографий Где вы занимаетесь явно какими-то Такими физическими активностями Ну, я люблю неконтактный спорт Я люблю теннис большой Я люблю сноуборд Люблю серф Вейк Вейк серф Вот такие вещи мне неконтактные Они приятные Неконтактные и экстремальные Ну, экстремальные, да И физически очень хорошо себя чувствуешь Кстати, есть такой футболист Александр Головин Да, знаю Который в ЦСКА раньше играл Вы с ним знакомы? Знакомы, да, конечно Лично знакомы Как-то приходилось даже вручать ему грамоту За лучшего молодого футболиста года Да, сейчас он, правда, в России не играет Но в сборную по-прежнему призывается Когда в поисковике вводишь Александр Головин Там развилка Футболист или актер Кто нужен? Вы определитесь Мне нужен был актер Если бы, кстати, артистом не стал То кем? Какая развилка в жизни была? Папа военный, кстати Первое, что приходит в голову Ну, может быть Ох, ну, конечно, пилоты У меня папа вертолетчик Это классно Я бы связал, наверное, жизнь свою с техникой Мне нравятся машины, автомобили Я занимался шестейно-кольцевыми гонками На скутерах Чемпионат России Второе место занимал, кстати Ну, это давно было Вот Но, наверное, связал бы с техникой Да, может быть Тюнинг какой-нибудь машины Ну, это интересно Но всегда может быть Какое-то побочное занятие Или актерская профессия Занимает все 24 часа в жизни И больше ни до чего Просто ни дела, ни времени нету Ну, когда как Иногда есть свободное время Ну, живу в свое удовольствие Но иногда Катастрофически нет времени Действительно Но в Екатеринбурге, насколько я понимаю Вы не первый раз Не первый раз Я очень люблю этот город замечательный Мы сюда приезжаем часто с интерпризами Я уже, наверное, первый раз Лет, наверное, 12-13 назад здесь был первый раз И в одной из серий Елок Екатеринбург фигурирует И как раз вы, в общем-то, в этом эпизоде тоже фигурируете Нет, мы и Перми Мы и Пермчане Но там и Перми, и Екатеринбург Ну, это связка такая Через рукопожатие Но снимали не здесь Снимали не здесь, да Сейчас все тайны расстроим, конечно У нас, да, это все в основном Компетентная графика, конечно Потому что времени нет на перелеты в разные города И там нужно тащить технику Либо здесь ее арендовать То есть это целый процесс В Москве удобнее это все снять В каких еще теле, кино, видео, аудио Театральных проектах вы сейчас заняты? Ох, ну, сейчас заканчиваю проект Такой Spice Boys Скоро выйдет на большие экраны Снимали его в Минске Это такой триллер Вот, первый раз принял участие Вот, в таком жанре Где нормальные парни Становятся ненормальными Вот, ну, вот Что бы это значило? Ну, такое вот Убийства много Крови много В общем, ну, да, такая То Spice Boys, Spice Girls Скажется, что это что-то про шоу-бизнес Там что-то такое сладенькое А оказывается, совсем нет Да, совсем другое Ну да, посмотрим уже на экранах Называется Spice Boys В театре По-прежнему задействованы? Ну, все-таки театр меньше В вашей жизни, чем кино Вы знаете, нет У меня Вот, когда Нету съемок, в принципе Ну, в основном Не задействован Я вот Катаюсь с энтрепризами Вот, с энтрепризами Вот у меня сейчас Последняя энтреприза Я играю с Вадимом Санычем Стекловым С Александром Сергеевичем Пашутиным Вот Однажды в Париже Называется Де Камерон у меня И замечательный спектакль Наверное, это два, да, спектакля Которые у меня сейчас Энтрепризных остались И вы постоянно По стране, соответственно В них участвуете Да, да, да Здесь замечательно В вашем городе Вот как раз Приезжал со спектаклем Однажды в Нью-Йорке С Витей Логиновым Вот И он мне как раз Ваш человек Замечательно мне показал Ваш город Правда ли, что еще и Озвучкой мультиков занимаетесь Это еще такая вот Одна из Сторон вашего таланта Не то, что занимаюсь Я Да, вообще Всеядное такое Ну а почему бы нет Если режиссер видит Мой голос В каком-то персонаже Я считаю, что Это для денег или для удовольствия В детство вернуться Да для профессии Почему это Вообще Полезно Для актера Как-то там Ну Оживить 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 персонажа Ну встал у микрофона Смотришь на экран И по бумажке читаешь текст Вы знаете, вот по-разному Бывает нарисуют мультик И нужно озвучивать под него А бывает еще мультик не нарисовали А ты его озвучиваешь То есть вот такие даже ситуации бывают Вот я принимал И попробуй-ка выдумай И попробуй выдумай Да, этого персонажа Каким этот персонаж должен быть Мне кажется легче Когда, да, вот он уже нарисован И его уже как-то оживить Я посмотрел ваш аккаунт в Инстаграме Но он такой довольно популярный Там около 150 тысяч подписчиков, фолловеров Я добавился Если что, имейте в виду Это часть работы Быть в соцсетях, в Инстаграме И публиковать там фото, видео и так далее Или это все-таки фан Это для удовольствия Вы знаете Я ввел как-то Инстаграм Потом мне это надоело Я его удалил Но на съемках Женщины против мужчин Наташа Рудова И, в общем, мне сказал Что это нужно Это что, это часть, да, профессии Это заработок Это там реклама какая-то Это зритель твой И я потихонечку Подумал, подумал и решил Что так оно и есть Ну, да, встал Потому что зрителям, ну Хочется иногда видеть меня В каких-то там Обыденных моментах Там на отпуске Или где я там делаю Какой-нибудь там трюк Не знаю Ну, в принципе, это интересно Но я особо его сильно Не слежу за ним То есть так, прям от души Апубликовал, написал Ну, а вы там уже смотрите, лайк Да, могу неделю ничего там не выкидывать По настроению все Кино, театр, соцсети Это замечательно А музыка в сферу интересов И вашей деятельности Каким-то образом входит? Ой, замечательно Музыка вообще в моем сердце Я, ну, в смысле, только послушать Или, ну, я не знаю Поиграть, спеть Вот пытаюсь Сейчас ведь, в общем-то Каждый рэпер любитель практически Как минимум Да И судя по вашей одежде Нет, это сноубордическая одежда Ну, такое что-то вот Ну, как мне сказал как-то Мой друг, не умеешь петь, не пей Вот, но я люблю музыку И периодически что-то пишу Вот сейчас с друзьями Не поверите Неделю назад вот пытались Как раз записать песню Но это я делаю только для своего удовлетворения И где-нибудь на каком-нибудь детском фестивале Для детишек Чтобы принять участие Для своих практически узким кругом Да Или закрытие Чтобы, да Принимать какое-то участие Для зрителя Все для зрителя Для вас Есть ли какой-то режиссер Вот у которого Александр Головин Прям вот хотел бы сняться Может быть даже без гонорара Вот если позовет Спилберг, Тарантино Достаточно Я почему-то думал, что вы так и ответите Не знаю почему А почему, кстати? Ну, знаете Ну, вот у меня и знакомый Михаил Грибой Друг мой Старший товарищ Вот он уже принимал участие у Спилберга И когда слушаешь его рассказы Насколько вот люди профессиональны Ну и как вообще там работает Какой-то большой уровень Спокойный, простой То есть мечта сняться в Голливуде В серьезном проекте у хорошего режиссера Она есть Конечно, а как же без этого? Вообще, чем больше хороших режиссеров Это как бы вот настоящая высокая планка Где действительно тебя оценят по-настоящему Нет, это просто опыт, наверное Опыт, который ты можешь потом передать Либо принять, либо отказаться от него Которым потом, соответственно, воспользуешься А какое кино смотрит Александр Головин? Вот так уж с удовольствием С удовольствием, слушайте Ну я разное Приковорите любое Ну, любое по-настоящему Сейчас досматриваю вот этот Прошел бум Игры престолов И я спокойненько увидел, что сейчас все 8 сезонов Я так рад, что я не начал смотреть его раньше Когда они только выходили Потому что это, наверное, дикое мучение ждать Нравится фэнтези Мне очень нравится Марвел Про супергероев Я никогда не пропускаю эти фильмы Мстители и все такое Да-да-да Мне нравится фантастика Я считаю, что это и есть кино А любимый сериал, я правильно понимаю? Сейчас ведь всех, кого не спросят Все смотрят сериалы, все специалисты У меня один вопрос Где люди время находят в таком количестве Игру престолов вы назвали А номер один сериал для вас какой сейчас? Не знаю Я очень... Недавно Червнобыль прогремел, помните? Из каждого утюга Наверное, острые козырьки мне вот нравятся почему-то Да Мне нравится саундтрек Ну, такой нетривиальный выбор Мне нравится саундтрек Мне нравится актер Актеры Мне нравится, да Самое последнее Знаете, иногда на собеседованиях спрашивают Кем вы видите себя через 5 лет, через 10 лет Я по-другому спрошу Вы бы хотели достичь славы уровня Бурунова и Петрова Вот чтобы каждый новый фильм, который выходит Чтобы в нем был голове Был хитом Нет, был хитом фильм И чтобы каждый фильм и в нем был именно ты Ой, ну в каждом, наверное, уж это не надо Уж тоже прям глаза-то мозолить Но быть в струе, работать Конечно, хотелось бы Конечно, работать на интересных проектах Да, главное работать Главное работать, не опускать руки Спасибо огромное Спасибо Актер Александр Головин был на стенде сегодня До свидания и удачи Субтитры создавал DimaTorzok